Если джамаат-намаз совершают два человека, как должны быть пятки? Вровень или имам должен быть чуть впереди? Бисмиллах, аль-хамду лиллах, вассалату вассаляму аля Расулу Иллах. Здесь разогласы ученых. Имам Шафия говорит, рахима Аллах. Кальцы должны стоять, если два человека молятся, кальцы должны стоять у пятки имама. Сунна имеется в виду. Но только если будет, то тоже можно. Но сунна, имам Шафия говорит, желательно сзади. А впереди имама ламаз портится. И он говорит, имам сделано, чтобы за ним шли. А как он это объясняет? Да, да. За ним шли руку, а имам вперед. Стояние тоже, с этого взял имам Шафия, стояние тоже должен за имамом стоять, не ровно с имамом. Другие имамы говорят, что если двое молятся, они должны ровно рядом стоять. И где-то переводят хадисы имна Атбаса. Пророк, салава салам, когда он право стоил, привел, ровно рядом с собой поставил. И другие хадисы тоже есть. Рядом с пророком, салава салам, стояли. Из-за этого более правильного мнения имам и макмом ровно, пятки ровно стоят, ни вперед, ни назад. А впереди имама, по мнению большинства имамов, намаз портится. Если имам Малик говорит, если там места нету, и пришел вперед в стад, чем имам чуть-чуть, намаз не портится, говорит. По мнению большинства ученых, намаз портится, если имамом, чуть вперед вышел. Если имамом, даже вперед встал. Место не нашел, ряду вперед пошел. Потому что у меня ученые говорят, что у человека намаз не считается в Аллаху Алям.